Дача без фанатизма Дача без фанатизма Они были невысокие борта Вот здесь у нас в две доски сделано А там в старой моей грядке короба Вот одна такая доска И для тех грядок пришлось под грядкой Еще на одну доску, ну на штык лопатой скажем так Прокапывать вглубь землю И забивать ее всякими растительными остатками И те у меня высокие грядки Выручают меня уже лет 5, а то и больше А вот на этом месте у меня рос лук, потом капуста, а в этом году опять лук, урожай получился хороший, я вам уже про это говорила, урожай лука. И я вам отсюда с этой плантации снимала видео про оседираты, про универсальную смесь. Они прекрасно взошли, но я знала, что здесь будут эти грядки, мне Володя обещал это сделать. И вот он сделал. Когда я между рядами, между этими грядками протяпывала, я все, что здесь зашло, седираты, я их сюда побросала. Земля, ну просто пух, мне было так жалко, но тем не менее издержки. Вот эти три грядки. В Леруа Мерлен, в любом крупном строительном супермаркете купились доски, можно купить. Он вот не хочет говорить, как он их тут собирал, но два дня он с ними возился. Единственное, что я слышала, видела, он их опрыскивал, эти доски, двойным составом, двойной дозой медного купороса. Так говорю? Говоришь так, ну может не медным купоросом, а продает специальные растворы, антисептики. Но у меня просто душа не легла платить столько денег. И купил медный купорос. Купил просто старым дедовским способом медного купороса и два раза их с обоих сторон. С обеих сторон опрыскал. Опрыскал, да? Я с обоих. Ну надо говорить с обеих. Вот, а потом сбил, что-то тут он делал, но одним словом, то есть подкапывать под ними землю нам не пришлось. То есть мы их на почву установили. И вот эту, можно я перейду? Ну тут у нас видок не очень, соседский сарай, ну да ладно, дело не в этом. И вот эта грядка практически уже готова. Что мы сюда сделали? Вот когда делают высокие грядки, как говорится, кто во что гораст. Кладут вниз и бумагу, и картон, и какие-то там палки сухие, правда. Но у нас никаких сухих палок не было. То есть я в течение нескольких дней складывала сюда растительные остатки. Вот тут капуста, ботва всякая, кроме помидор. Конечно же, это все выносилось на сжигание. И пролила фитоспорином почву, посыпала сахарком, как меня научили в Центре природного земледелия, чтобы включить процесс брожения. Получилась подушка вот этих растительных остатков сантиметров 10. А потом сверху, вот Володя начал уже засыпать, как это называется, компост. Компост, который у нас в компостной куче уже лет 10 лежит. Мы сейчас насыпем компоста. Он до конца просыпет. Вот, видно вот тут уже, что компост лежит, да? А потом сверху положим дачного грунта, дачной почвы. И вот эта грядка я уже планирую. На ней я в зиму посажу или чеснок, или лук. Но еще не придумала. А сейчас, когда мы ее заполним, я ее засею сидиратами. Вы знаете, что я с удовольствием использую бесплатный сидират бархатцы. В этом году я их смешала с семенами календулы. И прекрасно всходит. Здесь они будут расти до, ну, ноября месяца, когда мы, в принципе, в конце октября, в ноябре у нас в Воронеже, в частности, сажаем под зиму чеснок или лук. А вот эту грядку показать я еще даже не заполняла. Потому что здесь у меня растет горох, который посеян в июле. Мы его тут несколько кустиков кушаем. И зелень. И вот ту грядку третью тоже начала заполнять. Заполняла я ее, заполняю, вот срезаю папоротник засох, сюда укладываю. Тоже сидираты сюда побросала, тяпкой вот потяпала. И это тоже будет заполняться. Но эти две я планирую оставить до весны, в зиму. А вот эту обязательно буду использовать. Как будет она работать, не знаю. Потому что технология, еще раз повторяю, нарушена. Как это по классике делают высокие грядки. Именно высокие грядки короба, а не теплые грядки. Там совсем другая технология. Но тем не менее. Вот такой я получила подарок от мужа к своему юбилею. И я так рада. Вы не представляете. Теперь у меня это место будет культурное. О пользе высоких грядок вы наслышаны. Поэтому, ну я, если я скажу сколько стоит, он мне сказал около пяти тысяч. Все вместе, ну плюс его труд. С любовью сделаны, как моя бабушка говорила, что захочет нагруз, хочет, не захочет, с горы не спихнешь. Вот в данном случае сработало. Он захотел, и он это сделал. Володь, спасибо тебе большое. А всем нашим подписчикам и зрителям желаем крепкого здоровья. И получать только те подарки, которые вам будут по душе и для пользы. С этим прощаемся. До новых встреч. С вами были мы на Даче без фанатизма.